С 1 июля в круглой школе произошли глобальные перемены. Если раньше она считалась гимназией при Одинцовском гуманитарном университете, то теперь получила статус муниципального автономного учебного учреждения и называется по-новому Одинцовская лингвистическая гимназия. Следовательно, в образовательном процессе уклон пойдет в основном на иностранные языки и русскую словесность. Для участников Дни открытых дверей провели презентации учебных кафедр. Это методические объединения учителей по разным направлениям. Гуманитарным, естественно-научным или социально-общественным дисциплинам. Таким образом, проще обмениваться профессиональным опытом, легче организовывать, планировать, сделать выводы и анализировать работу учебного коллектива. Учеба – это труд, но, как говорится, учиться надо весело, чтобы хорошо учиться, и песенка в дороге пригодится, поэтому мы стараемся сделать наши уроки более творческими, веселыми, но, безусловно, все знания академические мы даем. Мы учим и читать, и писать, и решать задачи, но самое главное – мы учим любить Родину. Поэтому я тоже вношу свою лепту. Надеюсь. Первостепенная задача у педагогов – высококлассная подготовка старшеклассников. И прошлый учебный год тому показатель. 31 медалист, 43% выпускников с результатом по ЕГЭ выше 90 баллов. Больше половины ребят поступили на бюджетные места в вузы. Уже второй год подряд учащиеся занимают первое место в районе Спартакиаде. Наша задача, чтобы мы воспитали очень порядочных, честных, добросовестных граждан Российской Федерации раз. При этом они должны быть очень образованными. К чему мы, в общем-то, достаточно планомерно, регулярно стремимся. Результаты об этом говорят. А перемены в гимназии запланированы уже с нового учебного года. Это касается школьной формы, а также пропускной системы и оплаты питания в столовой. Теперь, чтобы попасть в родную школу или позавтракать, достаточно будет приложить руку к специальному терминалу. Он определит отпечаток и спишет определенное количество средств со счета родителей. Пропуск и кошелек всегда под рукой, причем в буквальном смысле слова. Как уверяют руководители учебного заведения, смена статуса никак не повлияет на качество образования, а наоборот, выведет его на новый уровень. Взять с собой в багаж планируются только лучшие педагогические наработки, а главное – традиции.